всем привет дорогие друзья с вами снова я банали и сегодня у нас будет распаковочка куклы потому что как вы уже поняли я не выдержала да я купила еще одну куклу серии токио которая не made to move и почему-то я ее захотела взять хотя у меня была возможность взять фашиниста с пухляшку с пастельно-розовыми волосами иногда я ненавижу иногда я презираю себя что если есть возможность и плюс такой критерий как последнее в наличии это значит что я возьму эту вещь а так как фашинисты было две штучки а это одна вы сами понимаете чем все кончится так что теперь у меня в коллекции будет аж две куклы из коллекции токио 2020 токио 2020 год и честно я не знаю наверное все таки захотела взять баски боли бейсбол баскетбол бейсболистку из близко до бейсбол бейсболистку потому что во первых она оставалась последней потому что я так понимаю потом это будет редкость ну и просто потому что она а-ля латино как я говорила я сейчас очень сильно подсела на латино получать старая кукла из коллекции меня будет две такие кофточки токио 2020 я смогу выходить на несколько кукла так получилось невзначай поэтому извините но я я просто поняла что я не смогу терпеть три недели до нового года знаю что у меня там под елочкой целая коллекция кукол и что в новый год я смогу открыть только две из них то что я саму себе это что мне молодой человек а тут я решила заглянуть вот нашла ее и решила что раз ты последняя надо тебя обязательно убрать насколько я помню вообще принципе серая токио 2020 это коллекция связана с олимпийскими играми этого года если честно я не очень понимаю тем вообще связанная принципе не видела эту коллекцию ни разу пока я не увидела в магазине так что сегодня будем распаковывать эту красоточку и кстати один факт одну вещь я заметила уже после того как купила данных кукол я заметила это на вот этой кукле и все равно знаю на этот минус для меня это минус я взял эту куклу это не шарнирные не кукольные стопы то есть у них стопа не под каблук они прямые что у каратэ пацаны каратэ девушки что у бейсболистки но каратэ девушка сидит лежит и ждет уже после новогоднее время потому что как же она мне сильно это а вот эту красоточку я буду открывать сегодня мы уже сейчас коробочки мы можем видеть все что идет с комплекте это ее бейсболка специальная перчатка специальный мячик и бейсбольная бита ну а также шикарные ботиночки с шипами да они кстати с шипами вот так вот их можно увидеть вот и кофточка токио 20 так что давайте я сейчас потихонечку открою и да извините мне заранее мой развалишь разваливающийся задний фон потому что видео в принципе раньше не планировать на распаковку кукол поэтому мастеру из того что есть и да он периодически обваливается так что я искренне извиняюсь но в будущем я думаю что-нибудь интересненькое придумаю как вам идея если сзади будут плакаты bts и black pink но преимущество наверное black pink потому что у меня не накопились я не особый фанат но мне нравится их песни и плакатом с журналами мне достаточно какая она красотка я начали думала что она будет похоже на большую часть моих латино в особенности на девушку таким же шарнирным комплекте тело ну вот посмотрите какая классная посадка вот знаете каждая кукла по своему все равно особенно и абсолютно каждый да кстати я забыла что тут еще золотая медалька о как я как я давно не не щупала новое в принципе качество у новых выпущенных барби и барби йога которые я открывала самыми последними в общем вот такая у нас спрятая камеру и в принципе ничем не заменим но время откреплять куколку от задних я могу сказать вам точно это распаковка вот она была коротенькая достаточно но она отличается от тех же монстр хай и барби йога который я открывала самыми последними в общем вот такая у нас спортивная красоточка идет и мне непривычно что у нее не шарнирные ступни какая все-таки классная посмотрите у нее очень кстати мягкие волосы они не чем-то напоминают волосы у меня есть кукла барби из коллекции пляж достаточно давняя то есть до десятого года коллекция была такая вот красоточка спортивная спортивная не знаю почему я начала любить жутко так латино в детстве любила обычных стандартных блондинстых барби и и все а дальше что-то пошло не так так у нее тут еще резиночки есть так что идет в принципе комплектом с этой барби идет вот такая кепочка шикарно снимем вот такая вот шикарная маленькая маленькая кепочка почему нет похоже есть только с другим логотипиком не знаю видите вы или нет в каком качестве вообще все это видите вот такая вот маленькая классная шапочка это не держится на мне я даже из любопытства хочу проверить вот это кстати барби которая такой же комплектации как и новая бейсболистка слушать а мне нравится просто найти достижение выполнено шикарный аксессуар добавлю на вашу коллекцию так потом вот эту перчатку мне интересно как вы вообще снимаете то что она вот целиком на ручке куклы она легко снимается здесь вот есть разрезе и руку куклы можно спокойно одевать ой вставлять да и вытаскивать давайте опять же посмотрим на вот этой старой кукле на очень старой кукле не помню сколько тебе уже лет вот да смотрите я на нее тоже одела этот аксессуар эту перчаточку так что на ней тоже хорошо сидит и благодаря вот этому выражу просто моментально снимается следующий аксессуарчики мячик кстати смотрите на нем есть логотип барби и бита бейсбольная бита без логотипа без всего даже текстура дерева а нет на нем есть вот здесь вот вы правда не увидите я сама еле увидела надпись барби вот мячик должен как-то одеваться на палец куклы наверное на большой давайте попробуем хотя нет на большом перчатка должна быть значительно на вот эту руку интересно слушать давно такой распаковки не было то что в йоге там ничего не было в комплекте и это было как-то скучновато а может на мизинец еще мизинчик прижался вот наверное вот так вот то есть кукла может держать мячик смотреть на вас делать вид что сейчас еще чуть-чуть и она вас швырнет этот мячик мячик прикольный он кажется бежевым на самом деле он желтый желтый такой знаете цвета текста выделителя и конечно же такой мини аксессуарчик это медалька с двух сторон логотипа барби не знал выйти нет мне кажется вы нет ничего не увидите но он тут есть такую медальку мы можем спокойно повесить на шею любой кукле и мне кажется меня все медальки будут висеть на пацанчиках в будущем когда-нибудь когда-нибудь у нее очень кстати классный у нее есть пояс то есть я думала что это какая-нибудь сумка нет это пояс резиновый пояс который снимается снимается достаточно легко то есть такой вот черный аля наверное кожаный с текстурками язычка и брошки то есть очень классный поясок мне нравится вот единственное главное его не потерять он такой черный а у меня тут все такое темненькое по поводу вот этой кофточки я просто в восторге потому что это по идее задняя часть а вот передняя вот с таким вот классным узором и что меня очень сильно порадовало здесь прозрачная липучка то есть вот липучка здесь ее не видно она прозрачная но при этом и надо сказать что не такая колючая как те липучки которые я сама покупаю и пришиваю на куклу интересно я смогу найти такую же липучку как на этой кофте в общем такая вот классная липучка обязательно в конце этого видео я покажу вам вы увидите фотографии такие эстетики опять же вот в этой кофточке так что досмотрите это видео до конца если кстати у вас есть идея как оформить задник моих видосов связанные с куклами пишите в комментарии я буду рада его найти какой-нибудь гениальный план о том как можно исправить это безобразие так у нее ботинки кстати сейчас заметила они на резиночках поэтому надо их попытаться снять как-нибудь то что мне как-то резать ножницами моими гигантскими будет неудобно ботиночки очень легко снимаются вот такие вот классные ботиночки маленькие с шипами я же говорю вот они с шипами классная обувь слушайте надо быть потом я к сожалению сейчас не взяла а хотя нет у меня вот наверное здесь под боком барби йога есть интересно снова в джинсах и брюках моего производства личного так вот допустим но к не интересно и по моему мне я буду покупать потом разные игровые комплекты с барби чисто ради обуви и каких-то мелких аксессуаров которых отдельно я не найду нигде слушайте как вам мне нравится мне нравится и кстати вот тебе про вообще замечательно идет но нет мне потом фотографии делать нашей новой подруги и поэтому обувь я у тебя забираю обратно что касается одежда самой бейсболистки у нее цельный костюм то есть одна молния липучка сзади и штаны то есть это как комбинезон это не футболка с штанами это отдельный комбинезон если честно жаль я надеюсь что это отдельно футболкой и отдельно брючки на меня обманули меня немножечко обманули на эту тему там кстати очень туго ринг то и так давайте посмотрим у нее очень мягкий пластик то есть я привыкла к такому типажу кукол у которых такое шарнирное тело что он пластик более полый наверное холодный и плотный здесь же он достаточно мягкий и приятный вот такое вот тело для сравнения кстати взяла двух кукол потому что вы тут вот такие вот ножки плоские у меня есть одна барби с плоскими ногами пляжная коллекция не пугайтесь за увидите грызаные руки потому что она древние и успели погрызть тут вот такие ноги пляж 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 а вот тут такие маленькие аккуратненькие ножки поэтому в качестве детализации выигрывает вот это барби даст приезжая правда детство но вот аккуратностью вот эти вот выигрывают правда не пальчиков ничего нет шарниры не мэй тумов то есть они у нее с обычно обычно сгибаются на шпагат кстати ты сможешь есть их не дано наши красотки сесть на шпагатик но ничего страшного это не смертельно значит у нее получается шарнир в шее в плечах в кистях в локтях в кистях бедрах и коленях быть обычное такое тело вот как раз сейчас посмотрим вот это кукла которая даже не помню какой угодно я покупала очень давно но еще с ее быстренько разденем и тоже сравним как удобно когда есть с какой куклой можно сравнивать телосложение не пугайтесь мне в срочном порядке пришлось сделать кукле хвост и так вот у нас абсолютно две казалось бы одинаковые куклы по комплектации но я уже могу видеть много различий мне кажется что телосложение у этой куклы как-то больше под реалистично сделаны не знаю почему тут и более выделенный пупочек в отличие от этой куколки здесь разные кстати трусики хотя вот кружев у них одинаково не знаю видите ли нет но хотя я могу фотографию ставить как вы видите у более старой барби там логотип барби с диагональными надписями тоже барби в то время как у новой барби просто полосочки и надпись барби и кстати я нашла тут один дефектик но зато кстати теперь для меня это кукла имеет свою особенность как будто у нее шрам под пузиком даже не один но для меня это не смертельно для меня это ничего страшного нет и не кошмар всей жизни так оказывается у нее локоть слегка был в это вытащены с тела и я его так обратно вставил такой хруст сделал я что еще потом я могу видеть различия в коленных суставов очень яркая вы просто посмотрите вот сейчас вы видите слева новую куклу справа ставлю посмотрите насколько отличаются шарниры в коленях разница глобальная но надо сказать что новенькой красотки попа не такая выраженная как у старой модельки так что есть наверно какие-то плюсы и у старых моделек по поводу спины кстати у старой куколки более сильный изгиб и более худенькая талия но при этом как будто более широкая сама зона груди а а вот новая кукла слегка поуже в грудной клетке и это классно то есть я думаю я боялась что они будут почти абсолютно одинаковые у меня будет а-ля два дуб просто почти две похожие и если вы можете увидеть на этой фотографии то скин то новые куклы намного темнее чем старые мои куколки вот жалко конечно что эта куколка не мыть умов я кстати очень хочу посмотреть прошивку во всей красе но не хочу распускать и этот замечательный хвостик с не очень мягкими гладкими волосиками но насколько я вижу прошивку прошивка у нее хорошая у нее есть слегка пробор на голове по диагонали я кстати тоже обычно люблю носить такой пробор но чаще всего у меня его челка начинает падать разные стороны поэтому я его не ношу что я могу сказать куколка действительно очень классно мне очень нравится ее лицо вы просто посмотрите какая красотка у нее такой живой взгляд и у нее даже вот есть макияж но настолько нейтральный естественный ну разумеется они все спортсменки насколько я помню в этой коллекции у всех куколок у всех куколок макияж достаточно нейтральный поэтому естественно красота здесь является большущим просто плюсом единственное что мне все нравится теперь в этой кукле даже несмотря на то что они на ней такая гипер шарнир на как мы думал и что у меня почему-то вылетает слегка локоть но я думаю это просто мне нужно привыкнуть несмотря на маленькие косички ну вот они не смертельные самое большое с чем не придется смириться это с ее плоской ступней но зато благодаря этой куколке я смогу привыкнуть к этому телосложению когда я открою свою долгожданную которую я очень сильно жду мастера карате я буду уже спокойнее относиться к этой плоской стопе и она меня раздражать не будет в общем я очень сильно рада что у меня в коллекции появилась вот эта куколка и несмотря на то что наверняка она не будет стоять в таком родном аутфите своими аксессуарами я все равно буду знать что она у меня есть такая спортсменка бы бейсболистка да еще и с олимпиадой токио 2020 года я буду смотреть и не воспринимать этого и буду наслаждаться ей все эти три недели разумеется и после нового года ну пока что буду играться с ней в ожидании распаковки следующих кукол а я с вами на этом прощаюсь всем пока удачи вам и до встречи в следующих видео удачи